Музыка Когда вы наконец-то выкроили время для себя, здорово, если у вас есть ЕС. У вас нет ЕС? Странно. Присоединяйтесь к ЕС прямо сейчас, к пакетам в рамках мероприятия, по выгодной цене, которая никогда не вырастет. Звездочка 2080. ЕС. Больше, чем телевидение. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем тему безопасности. К сожалению, эта тема остается актуальной для нашего региона все время, поэтому, к сожалению, жизнь подкидывает нам все новые и новые сюрпризы. В частности, сравнительно недавно в израильских средствах массовой информации были опубликованы материалы, согласно которым руководство израильской армии очень серьезно обеспокоено увеличением российского присутствия в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. В частности, особую озабоченность вызывает появление на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, противоракетных систем С-300, С-400, которые не только противоракетные, и в основном противосамолетные, так сказать, которые связывают руки армии обороны Израиля. А тут еще выборы в Соединенных Штатах, которые все ждут с нетерпением. Как эти выборы повлияют на эту ситуацию? Мы беседуем с военно-политическим экспертом Андреем Андреевичем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Александр. Что нам ждать от выборов в Соединенных Штатах в плане изменения ситуации здесь, на Ближнем Востоке? Ну, во-первых, я хочу несколько слов сказать о тех публикациях, которые вы упомянули. Я очень рад, что они наконец появились, потому что вот мне казалось уже, что какие-то жесткие правила политической корректности в этой благостной внешней атмосфере российско-израильских отношений, бесконечных братаний Натаньяху и Путина, не позволяют даже ставить это совершенно очевидные вопросы. А ведь коренным образом меняется стратегическая ситуация на Ближнем Востоке. Израиль привык за последние лет 35 после 1982 года к обладанию полным превосходством в воздухе и на море над своими потенциальными противниками. Сейчас появляется новая сила, которая нивелирует это превосходство и сила, мягко говоря, недружественная. О чем, кстати, очень хорошо, что Москва напомнила о своих антиизраильских комплексах голосованием по резолюции ЮНЕСКО недавно. То есть это никуда не исчезло традиционное... Ну, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заданный ему прямо вопрос по поводу этого голосования сказал, ай да бросьте, израильтяне слишком драматизируют, слишком болезненно относятся к этой ситуации, ничего такого страшного. Как голосовали, так и голосуют уже последние 10 лет. Я думаю, что когда премьер-министр в ближайшие дни появится, его немецко более жестко пропрессуют по этому вопросу. Так теперь возвращаясь к вашему вопросу о американских выборах. Я, кстати, заметил интересную особенность, ну, по крайней мере, русскоязычной части израильских граждан, с которыми я общаюсь достаточно интенсивно. У меня нет никаких статистических данных, но такое мое впечатление, что они все настроены очень протрамповски. Ну, и это понятно, Хиллари связывает с политикой Обамы, ну, практически враждебной Израилю. Трамп сделал массу очень приятных для израильского ухва там заявлений по иранской сделке, и по так называемому ближневосточному мирному регулированию, по столице Израиля и так далее. Но ведь это все риторика, бесконечная риторика мирного регулирования. Но вот эта проблема изменения стратегической ситуации на Ближнем Востоке, появление России, такой наследницы Советского Союза уже в таком своем все более внушающем угрозу военном обличии, это гораздо более серьезный фактор. И в вопросе о том, как противостоять этой угрозе, не только на Ближнем Востоке, а глобально, это глобальная угроза. Московская пропаганда все время повторяет для своего внутреннего потребителя, что да, мы ведем четвертую мировую войну против англосаксонского мира, против Запада. И, конечно, в этой картине мира Израиль воспринимается как часть Запада. Так вот, основной вопрос будущего президентства следующего, как готова ли Америка противостоять этому ревизионистскому вызову Кремля, здесь просто противоположная точка зрения. Не испытывая никаких симпатий госпожа Клинтон, и готов повторить все, что о ней говорят ее самые ожесточенные критики, но по ряду соображений она и вынуждена, и будет поддерживать политику по отношению к путинской России более жесткую, чем президент Обама, а Трамп – это просто путинский пудоль. Я уже не знаю, по какой причине это просто полезно. Почему, Андреич? Я не понимаю вот эти разговоры, что Трамп под влиянием Путина, Трамп там на поводке у Путина, Трамп там получает указания от Путина. Как вы не понимаете, когда... Финансово он абсолютно независимый, то есть человек миллиардер, как бы ему не нужны никакие подачки. Почему? Ему не нужны подачки, он, возможно, я не знаю, или он такой классический буржуазный, полезный идиот, или он каким-то образом взят Кремлем на крючок, но вся его внешнеполитическая повестка дня – это список пожеланий Путина. Он заявляет, что он откажется выполнять обязанности Соединенных Штатов как члена НАТО по защите его членов, по защите Прибалтики. Он заявил, что он готов признать аннексию Крыма. Его единственный, его серьезный, его партнер из эстеблишмента республиканской партии, Грин Гингридж, который, если бы Крам выиграет выбор, но их не выиграет, стал бы его госсеградарем. Он заявил следующее. Эстония – это пригород Вашингтона, пригород Санкт-Петербурга, извиняюсь, я не уверен, что мы должны из-за этого вести ядерную войну. Это пригород Петербурга, это повторение формы у Сталина перед войной с Финляндией. То есть его программа – это полная сдача Путину в Восточную и Центральную Европу. Как раз в тот момент, когда Москва объявляет своей программой защиту так называемых русскоязычных и этнических русских по всему миру. Да, он отличит предвыборную риторику от действительных планов. Мы с вами однократно одеждались. Это не предвыборная риторика, потому что предвыборная риторика должна приносить дивиденды политические. Эти взгляды не являются очень популярными. Вообще американцы не очень интересуются внешней политикой. Они крайне непопулярны в Америке и приносят ему только ущерб среди восточноевропейских комьюнити, поляков, чехов, украинцев и так далее. Это не для того, чтобы выигрывать голоса. Он действительно верит в ту глупость, которую он повторяет каждый раз и которую ему внушила кремлевская пропаганда. Самый главный враг Америки – это ИГИУ. Путин сражается с ИГИУ, поэтому нам надо отбросить все мелкие разногласия всякие там Украины и Прибалтики и вместе с Путиным бороться с ИГИУ. Он действительно в это убежденно верит. Не нужно на него влиять. Он не данный независимый миллиардер. Он вот как независимый болван верит в этот мем российской пропаганды, не понимая, что этот самый ИГИУ является для Москвы таким же рядоколом-2, каким для Сталина являлся Гитлер. Так что в долгосрочном, в самом серьезном плане, он представляет и серьезную угрозу для Израиля. Но, тем не менее, повлиять на эти выборы мы не можем. Мы не можем наблюдать, как это будет происходить. А то, что происходит на наших границах, это определенное беспокойство вызывает. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, прибытие военно-морской группировки во главе с адмиралом Кузнецовым, это надолго? Или это такой демонстрационный акт, после которого последуют какие-то события в Сирии, и армада благополучно вернется в освоясь? — Вот давайте подробно на этом месте остановимся, на вашей формуле последуют какие-то события в Сирии. Вы помните наши последние встречи? Мы расстались с моим прогнозом о том, что Москва сделает серьезную такую паузу в своих бомбардировках Алеппо. Это действительно прошло, и это продолжается. Мне кажется, Москва сейчас как раз в эти дни, может быть, часы, выбирает между двумя сценариями. Или обрушится на Алеппо всей мощью своей так называемой военно-космической группировки, и позволит ХСБЛ, иранцам, и сирийцам взять Алеппо, или все-таки воздержаться от этого и искать какие-то точки соприкосновения с новым президентом Соединенных Штатов, кем бы ни был, пытаясь соскочить с лестницы эскалации, ослабить санкции и так далее. — Но новый президент, даже когда он будет избран, он же вступит в должность не сразу, это все равно займет определенное количество... — Ну вот поэтому остается три месяца для демонстрации того или иного варианта. Они прекрасно понимают, что администрация американцев будет парализована три месяца, так вот за эти три месяца можно изменить факты на земле. — Это многое успеет, да? — Достаточно, чтобы переговоры с следующим президентом, скорее всего и будет госпожа Клинтон, велись уже с другими картами. То есть взять Алеппо. Но взять Алеппо, это значит уже подписаться за осаду очень надолго. Это такой серьезный плюс в гражданской войне в Сирии в пользу осада, но в котором все равно стратегически обречен. Он возглавляет иловидскую секту, которая, в общем-то, занимается, скажем, прямо геноцидом большинства сирийского народа, суннитской общины и распространяет свою власть. Ну, в крайнем случае он может с помощью России удержать свой анклав. — Я прошу прощения, что вас перебиваю, но понимаете, дело в том, что тут вот у нас на Ближнем Востоке так все построено, что любая группировка, которая захватывает власть, будь то сунниты, будь то шииты, будь то оловиты, первое, чем они начинают заниматься, это истреблением своих идеологических, а точнее религиозных противников. Это как бы такая мода, такое правило, поэтому как бы то, что Асад и его, Асад и его, как бы, оловиты истребляли суннитов и прессовали суннитов, это совершенно нормально с точки зрения всех окружающих арабских стран. То есть любой, который придет на его место, он будет заниматься ровно тем же, только в противоположном направлении. — Алексей, я не желаю, я же не занимаюсь здесь морализаторством, я же не собираюсь вас осуждать, что... — Нет, 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 я не это имел в виду, это слишком многословно, я имею в виду, что Россия уже надолго будет поддерживать Асада. — Я просто говорю... — Ваза, которая там организуется и так далее, то есть влезли надолго и Асада будут поддерживать до конца. — Да, вот это, если возьмут Алеппо, да. Вот я же так длинно отвечаю на ваш вопрос, насколько долго, тогда очень надолго, очень надолго и с очень серьезным обострением Соединенных Штатов, с еще больше усиливающимся стратегическим присутствием на Ближнем Востоке и такой серьезной потенциальной угрозой Израиля. — Несомненно, это так, но вопрос еще следующий. Насколько хватит сил... Мы просто сегодня беседовали до вас с израильским политологом, точнее, спецвоенно-политическим экспертом, который утверждает, что Россия пришла на Ближний Восток делать бизнес. Это коренное отличие от того, зачем приходила на Ближний Восток Советский Союз. Советский Союз приходил из-за идеологии. Это я, собственно, цитирую, так сказать, его заявление. На ваш взгляд, здесь действительно бизнес или все-таки превалирует идеология. — Категорически несогласен с коллегой. Здесь противоревают взрывная смесь комплексов неполноценности и величия одновременно. Основная движущая сила людей в Москве, запустивших эту акцию, это показать Кузькину мать пиндосам. Особенно после того, как они потерпели две стратегические неудачи. Это же вы помните программу в той самой Четвертой мировой войне, которую они объявили. Вы помните же программу путинской речи, крымской речи в 2014 году? Это Новороссия. Это еще 10-12 областей Украины. Ведь и расчет был такой, что взрывным материалом, горючим материалом этой Четвертой мировой войны станут русские и русскоязычные, так называемые доведенные до отчаяния шахтеры и трактористы, которые поднимутся против украинского правительства в Прибалтике и так далее. Но действительно, стреляя с другой, это же Россия, я бы сказал, метафизическое поражение. Большинство, подавляющее большинство русских в Украине отвергнули идею русского мира, и они остались верны украинскому государству. Нет, в Украине я допускаю, но здесь, на Ближнем Востоке, то есть все замешано, нефть, газ, тепроводы и все остальное. Так в значительной степени, Александр, я отвечаю на ваш вопрос, в значительной степени влезли сюда, чтобы отвлечь внимание, они же раздули дикую пропагандистскую кампанию и потерпели поражение и в Украине, и в Балтике тоже. Потому что в Балтике был расчет шантажом использования ядерного оружия, запугать НАТО, подтолкнуть их на ту программу, о которой говорят Трамп и его соратники. Но июльский саммит НАТО показал, что этот шантаж не сработал, НАТО размещает военные контингенты в Прибалтике и НАТО будет защищать Прибалтику. Поэтому вот эти два направления закрыты, надо как-то соскочить с этой военной стили, если вы иногда краем глаза смотрите российские программы телевизионные, понимаете, в какое состояние введено общество и его так называемые элиты. Вот одна из основных причин это отвлечь внимание и продолжать вот эту героическую борьбу с пиндосами здесь. Тем более, что пиндосы ведут себя совершенно бездарно и подставляются, я имею в виду, обамовскую администрацию. Поэтому, если присутствуют здесь какие-то экономические факторы, это газопроводка, это десятые и двадцатые. Чисто геопсихологические комплексы российской элиты. Вот что основная движущая силы сирийские авантюры. И это даже еще более опасно, чем вот эти идеологические устремления Советского Союза. Я благодарю вас, военно-политический эксперт Андрей Андреевич Пианковский. Программа «Тема дня» на телеканале ТОН-ТВ. Мы завершаем сегодня нашу программу, завершаем разговор о безопасности. Сегодня у нас целая вся программа получилась, посвященная вопросам безопасности, военных действий и армии. Всего доброго, до свидания.